При вакцинации в стране стартовала 22 ноября. Медики настоятельно рекомендуют пройти ее, чтобы укрепить иммунитет. Между тем, много вопросов возникло по вакцине Pfizer. Ведь если получить только одну дозу этого препарата, то ты не будешь считаться полностью вакцинированным им. А это значит, что сразу же отсекается возможность свободного въезда в страны Северной Америки и Западной Европы. Но министр здравоохранения успокоил любителей путешествий. У казахстанцев будет право самим решать, получить лишь одну бустерную дозу или же пройти полный курс вакцинации Pfizer. Одно уточнение – сделать это можно будет лишь платно. Если граждане хотят, как появится платный, это на их усмотрение. Если они хотят это сделать. Но в данный момент и ВОЗ все рекомендуют одну дозу дополнительную делать, то есть три. Это пока такие рекомендации. При этом вся информация о полученных прививках автоматически отобразится в паспортах вакцинации. Отмечу, что стоимость укола Pfizer пока неизвестна, но в Алматы уже начали формировать списки желающих получить именно его. Отзывы от Pfizer получаются хорошие, поэтому, наверное, все-таки Pfizer будем ставить. Хоть и платный, но сейчас от вакцины все равно не убежишь. Не поставил бы платный, нет? Когда есть бесплатный, зачем платный? Я лучше бесплатно буду использовать. И то наши казахстанские делают. А Pfizer даже не знаю, в какой компании, в какой стране приходят. Что я буду использовать? Наши. Я две дозы спутника поставила. Как придет время, третью поставлю. А третью какую выберете? Хотелось бы спутник Light продолжить как бы спутник. Или нашу, козваку, поставлю. Глава Минздрава также объяснил, что для ревакцинации в стране используют вакцины с одинаковым первым и вторым компонентом. Поэтому спутник V не подходит. Подойти может спутник Light, который, к слову, могут начать производить на Карагандинском заводе. Отличие Light от старшего брата – он однокомпонентный. Как только появится, он тоже будет доступен. Мы по вакцине спутник Light переговорили. Сейчас у нас переговоры по поставкам. Мы ожидаем, как только коллеги скажут. Сейчас мы рассматриваем два пути, какой быстрее. Либо производить на нашем, либо мы сможем быстрее привезти. Минздрава ведутся переговоры с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения о признании отечественной вакцины Козвак. ВОЗ, по словам Цоя, готова оказать здесь полную поддержку. Сейчас процесс находится на этапе решения, какие именно дополнительные документы необходимо подать. Отмечу, если вакцина будет одобрена ВОЗ, значит, она соответствует всем международным стандартам по безопасности, качеству и эффективности. У страны появится возможность ее продавать, а казахстанцы вакцинированные Козвак смогут беспрепятственно путешествовать. На сегодняшний день ВОЗ одобрила 7 вакцин. И об эпид-ситуации. Глава Минздрава говорит, что мы идем по оптимистичному сценарию. Только за последний месяц заболеваемость снизилась в три раза. Но медики советуют не расслабляться на праздниках и не забывать про известные уже каждому правила безопасности. Алтан Шаш Смогулова, Талабал Табек, специально для студии 7.